Итоги уходящей среды В Пуиске продолжают работу площадки по обсуждению проекта основного закона страны. Почему не нужно оставаться в стороне? Последняя ночь. Я открываю дверь и полностью занавес дыма в меня. Я сразу начала вызывать пожарную. На бульваре при Перезинском погибла пенсионерка. Как так вышло? Допуск за 20 минут. Вам приходит смс-подтверждение и записывайтесь на удобное вам время. Белтехосмотр выпустит специальное мобильное приложение, о чем еще стоит знать автовладельцам. А также послание президента, электронный билет и отечественный электрокар. В республике появится производство зеленых авто. Какие представят модели? Обратный отчет. До главного политического события года остается месяц. Тема номер один с активом города обсудил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей. Игорь Марзалюк подчеркнул, проект новой конституции в разы демократичнее и отражает те изменения, которые произошли в стране. Диалоговую площадку провели в Театре драмы и комедии. Здесь также говорили о работе Всебелорусского народного собрания, сохранении исторической памяти и правды о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной. Мы хотим изменений в нашей стране, мы хотим перемен, но конституционных перемен. Без мордобоя, унижения, напалма. Мы хотим нашу страну сделать еще лучше, чем она есть, повысить благосостояние наших граждан и продолжать уверенно, стабильно развивать нашу мирную страну, достойную страну в центре Европы. Вот именно для того, чтобы мы могли обеспечить спокойное, достойное будущее своим детям, внукам и правнукам, мы все должны прийти на референдум и проголосовать за этот проект в институции. Он этого стоит. Сегодня мы должны четко понимать, что изменились мы, изменилась наша страна за последние 25-30 лет, изменилось наше окружение, и, соответственно, тот основной закон, в котором мы с вами живем, он тоже должен меняться. Это мы должны понять как непреложное. Второе, перемены возможны только в развитии, спокойном, нормальном, только в рационном путем. Другое, это только революция, это кровь, это развал, это разрушим, потом будем строить. В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя будущим поколением? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща. Во время общественных обсуждений поступило около 9 тысяч предложений. Своё окончательное решение народ примет 27 февраля. Смертельная схватка с огнём. Эта ночь для жильцов бульвара Приберезенского обернулась настоящей трагедией. На этот раз жертвой стихии стала пенсионерка. С места ЧП Ольга Васенда. Татьяна Шульцева с ужасом вспоминает эту ночь. Жительница дома по бульвару Приберезенскому ни с того ни с сего проснулась в полвторого. Почувствовала запах дыма. Сразу подумала, что кто-то курит на лестничной площадке. Открыла дверь и испугалась. Кругом серые клубы. Шла наверх, на девятом этаже, полностью всё задымлено было. Начали по соседям стучать, потому что я подумала, что в квартирах у них нет. Я пошла по низу, каждую дверь открываю. И вот на четвёртом я открываю дверь и полностью занавес дыма в меня. Пожар случился в 115-й квартире. В одной из комнат в бессознательном состоянии бойцы МЧС обнаружили женщину 1936 года рождения. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали медикам. Однако те констатировали смерть. Эвакуация жильцов не проводилась. Запах гари чувствуется уже на первом этаже. На лестничной площадке полностью закопчены стены. Ремонт обойдётся в копеечку. Погибшая, как сообщают соседи, проживала одна. В последнее время вела себя странно. Отключила электричество. Вечером пользовалась только свечами. Под окнами до сих пор видны следы злополучной ночи. В результате пожара повреждено в квартире некоторое имущество, закопчены стены. Причина пожара выясняется. В стране только с начала года произошло 400 пожаров. Погибли свыше 70 белорусов. В Могилёвской области зафиксировано более 60 ЧП. Стихия унесла жизни 10 человек. Всему виной неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печного оборудования и детская шалость. Ольга Вассенда, Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. В шаге от беды в горках спасли 10-летнего мальчика. В понедельник днём школьник упал в ледяную воду. Самостоятельно выбраться он не смог. Начал кричать. Ребёнку помогли участковый и жители райцентра. Первую помощь ему оказали ещё до приезда врачей. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. К слову, этой зимой в водоёмах утонуло уже два ребёнка. Пятерых удалось спасти. МЧС в очередной раз напоминает, не оставляйте детей без присмотра. Продовольственный экспорт, экологичный автопром и здоровые планы. В стране создадут центр вирусологии, чем сейчас занимаются учёные. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко обратится к Белорусскому народу и Национальному собранию 28 января. Мероприятие пройдёт во Дворце Республики с участием депутатов, сенаторов, гостей из регионов, актива, журналистов и блогеров. Послание президента будет транслироваться в прямом эфире по национальным каналам. Экспорт белорусского продовольствия за 11 месяцев превысил 6 миллиардов долларов. Итоговая цифра по году станет рекордной за всю историю независимой Беларуси. Задача на 2022-й ещё наращивать внешние поставки, не забывая и о насыщении внутреннего рынка. В стране создадут центр вирусологии. Сейчас учёные разрабатывают собственную вакцину против COVID-19. Над этим трудятся ведущие специалисты. Прототип белорусского препарата уже готов. Он проходит этапы лабораторных исследований и предварительные доклинические испытания на животных. БелЖД восстановила работу сервиса онлайн-покупки билетов на поезда. Теперь их снова можно приобретать через сайт и мобильное приложение. Поддержка пользователей при оформлении электронных квитков осуществляется контакт с центром железной дороги по номеру 151. В Беларуси планируют создать опытное производство собственных электромобилей. При этом на конвейере будет собираться целая линейка машин. Грузовик, минивэн, легковое авто и даже спортивное. Сейчас ученые работают над моделями среднего класса, которые предназначены для широкого круга потребителей. В ногу со временем в Беларуси упростят прохождение техосмотра. В частности, планируют создать мобильное приложение для регистрации на определенное время. Уже сейчас можно записаться онлайн на сайте предприятия. О всех нюансах системы Карина Гуревич. Каждый третий житель страны имеет личный транспорт. Об этом говорит статистика. Обязанность автовладельца – проходить техосмотр. Процедуру вскоре планируют упростить. Выпустят мобильное приложение, где можно забронировать дату и время. Это поможет избежать очередей. Уже сейчас для удобства работает онлайн-запись. Заходите, выбираете на карте диагностическую станцию Белтехосмотра и записывайтесь, вносите свои данные, телефон, и вам приходят СМС-подтверждение, и записывайтесь на удобное вам время. Перед прохождением техосмотра стоит подготовиться. Проверить работу световых приборов, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. С собой нужны права, техпаспорт и страховка. Оплатить услугу можно на месте. Если машина не соответствует каким-либо требованиям, ее отправляют на повторную диагностику в течение 20 дней. Также проверяется состояние тормозной системы, в соответствии экологических показателей двигателя. Проверяется подвеска автомобиля, рулевое управление, ну и с внешним осмотром проверяется состояние тормозных систем. В 2020-м на Бавруйской станции диагностики Белтехосмотра допуск к участию в дорожном движении получили 6 тысяч автомобилей. В 2021-м – в два раза больше. Такой скачок связан с отвязкой процедуры от обязательной оплаты госпошлины. На смену пришел транспортный налог. Белорусы уже внесли аванс. Только в Могилевской области 100 тысяч плательщиков. 24 из них приходится на Бавруйск. Транспортный налог целиком внесли уже 90% горожан. Сумма привязана непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет, неважно, платить все равно придется. Однако некоторых белорусов нововведение все же обойдет стороной. В частности, владельцев электрокаров, угнанных машин, автомобилей выпущенных до 1991-го, а также специально оборудованного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены льготы. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы ставки снижены вдвое. Для третьей – на 25%. Произвести доплату транспортного налога за 2021 год необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года, по извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года. Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля. То есть, касательно легкового автомобиля – это от 60 рублей до 220 рублей, прицеп – 41 рубль. Все ставки можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам. К слову, обойтись без диагностики не получится. Письма за отсутствие ТО нарушители стали получать еще в марте 2021-го. С тех пор камеры фотофиксации в некоторых регионах выявляют не только превышение скорости. Такую практику планируют вести по всей стране. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Тетради в сторону. В Бобруйске выберут мисс и мистера школа 2022. Кастинг на конкурс пройдет во Дворце искусств 29 января. Время 11 часов. Заранее регистрироваться не нужно. Здесь ждут учащихся 7-11 классов. Главный критерий – творческие способности. Кастинг будет состоять из двух заданий. В визитной карточке нужно будет рассказать о себе, школе, о своих увлечениях. Во втором задании нужно будет показать творческий номер. Связаться с организаторами можно по телефону на экране. Финальное шоу состоится 9 апреля. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Редактор субтитров А.Семкин